Друзья, приветствую вас из столицы Академического флота из Калининграда. Как видите, здесь сейчас идет снег и мне уже начинает казаться, что куда бы мы не приехали, мы привозим с собой холодную погоду. Итак, мы начинаем наше путешествие с океанариума. Слушай, неужели вот такие действительно можно найти, да? Когда я была на Среднеземном море и находила ракушки вот подобных вот тем, которые здесь стоят в ряду, я была такая счастливая. Мне казалось, что это самые красивые ракушки на свете. Сейчас я смотрю на вот это панно и понимаю, как много я еще не видела. Прыгун илистый. Юрий назвал его пучеглазиком. Пучеглазик ему хорошо подходит. Морской рюш. Я, кстати, впервые вижу, что бьешь на поверхности. Обычно они все время где-то внизу в этих рифов скрытое или на дне, а тут действительно плавает. Глаза разбегаются, не зная, что снимать. Насколько необычные обитатели. Ну, необычные. Какая-то кашачья в голове еще. А, слушай, действительно кашач. Ты видел его глаз? Смотри, какие у него глаза. Действительно, как у кошки. У кошки. Интересно. Ты. Слушай, она специальная? У нас специальная перед нами тут? Она не изучает тебя. А я ее. Ям-ням. Иначе он всех порвет. А это пираньи. Амазон, чтобы проливать пора. Красивые. Красивые, блестящие, такие опасные рыбы. И злобные. Кстати, у них даже вид очень злобный, правда? Посмотри на их лицо. Сразу вида ничего хорошего не жди. Точнее, наверное, не лицо, это морда. Морда? Морда лица. На меня смотрит. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Теперь мы направляемся в следующий зал. Глубина. Это скелетка шалота. Это сердце серого кита. Глубоководный обитаемый парад «Мир», который опускается на глубину до 6000 метров. На борту вмещает до трех человек. Вот это космически спускаемый аппарад. Он рассчитан на посадку в любое время года. Как на грунт он может сесть, так и на водоемы. Вот сейчас я поднимусь по этой лестнице и посмотрю, что же там внутри. Кстати, здесь для таких отчаянных, как я, стоит даже надпись «Не спускаться внутрь». Вот. А то возникнет большой соблазн. Не спускаться. Спускаться не буду, но посмотрю, что же там внутри. Не упасть бы. Ну вот здесь внизу расположено сиденье для человека. И оно находится в горизонтальном положении. То есть человек тут лежит. Так, вот там Юрий что-то исследует интересное. Водолазное снаряжение 18 века. Изобретатель Никонов уменьшил водолазный колокол до небольшого шлема. Вот можно здесь видеть воздух, который подавался по тонкой трубе. Вот здесь эта тонкая трубочка такая расположена. Вот это трехболтовое водолазное снаряжение, которое было уже разработано в 80-е годы прошлого века. И состоит этот костюм из медного шлема с завинчивающимися иллюминаторами. Водонепроницаемого комбинезона, чугунных галош и помпы. А вот это, друзья, водолазная ручная помпа, которая использовалась для того, чтобы обеспечивать подачу воздуха водолазный костюм. Вот, даже можно поворащать. Юрий управляет кораблем. Юрий управляет кораблем. Возможности глубины океана мы узнали о том, что останки судна «Титаник» находятся, друзья, на глубине 3750 метров. Вот это научно-исследовательское судно «Витязь» в 1957 году прошлого века измерило глубину Мариинской впадины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова